Здравствуйте! В эфире информационная программа «День Республики» в студии Чингис Тихонов. Глава Калмыкии Батухасиков поделился. Стартовало предварительное голосование партии «Единая Россия», в ходе которого каждый житель республики может дать свой голос за понравившихся кандидатов. Победители будут выдвинуты от «Единой России» на выборы депутатов Народного хурала Калмыкии, которые пройдут в сентябре. Партия заинтересована в том, чтобы на выборах ее представляли кандидаты, пользующиеся наибольшим доверием людей. Поэтому «Единая Россия» – единственная из всех партий в стране проводит предварительное голосование с участием всех желающих претендентов и всех избирателей республики. Голосование проходит в электронном виде с верификацией на портале госуслуги, что полностью исключает любую возможность фальсификации его результатов. Уверен, что благодаря активности наших людей будет сформирован новый состав поистине Народного хурала, в который войдут ответственные и яркие деятельные люди. И это станет хорошей стартовой позицией для дальнейшего успешного развития Калмыкии. Министр здравоохранения Республики Булацараев прокомментировал эпидситуацию по коре в регионе. На сегодняшний день зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая. Оба пациента излечились, заболевание протекало в средней форме тяжести. На стационарном лечении в Республиканском центре специализированных видов медицинской помощи сейчас находится один пациент с неподтвержденным диагнозом, имеющий симптомы заболевания. Все трое жителей Черноземельского района, прибывшие из соседнего региона с неблагополучной эпидобстановкой по инфекционному заболеванию. Вакцина имеется в достаточном количестве. Минздрав готов привить всех контактных и тех, кто имеет показания к прививке. Также на случай необходимости подготовлен дополнительный коечный фонд. В очаге инфекции проводятся профилактические мероприятия. Ситуацию мы держим на контроле, но хотел бы напомнить, уважаемые жители Республики, что многое зависит от вас. Необходимо соблюдать профилактические мероприятия. В то же время при контакте с пациентом, заболевшим корею и при нахождении в очагах инфекции, определенным лицам необходимо проводить вакцинацию противокоревой вакциной. Это лица с неизвестным прививочным и инфекционным анамнезом. То есть люди, у которых нет информации о том, что они ранее прививались от кори и ранее болели корею. В Листе продолжает свою работу пункт отбора контрактников, где жители региона могут сразу оформить все необходимые документы. Военнослужащий, заключивший договор, обладает особым статусом, а также может пользоваться правами и льготами. А семьи бойцов будут находиться под патронажем региональных властей. Семей мобилизован, социальная политика, у нас социальная защита, Министерство социальной защиты и в районах, и в нашей республике. Все, что нужно, все пакеты, они поддерживают полностью семья. Реабилитации, детям помощь, потом, значит, выплаты в санаторий, курортное лечение. Отправляют бесплатно по путевкам лагеря. Я думаю, что прежде чем идти, надо подумать. Для этого есть семья. Посоветоваться с семьей, с родителями и сам подумать. Они все, что положено, получают. 200 с лишним у них зарплаты идет по контракту, остальные социальные пакеты туда прибавляются полностью. Прокурор Приютненского района поддержал государственные обвинения по уголовному делу в отношении неоднократно судимого за тяжкие преступления местного жителя. Судом установлено, что 5 мая 2022 года ранее судимый мужчина сорвал три куста дикорастущей конопли, которые отнес по месту своего жительства поселок Нарын Приютненского района. Наркотическое средство массой 239,54 грамма он поместил в полимерный пакет и хранил под навесом своего домовладения до момента обнаружения и изъятия сотрудниками полиции. С учетом позиции государственного обвинителя судом виновному лицу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и один месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Бывший сотрудник газовой компании предстанет перед судом по обвинению в получении взятки. По версии следствия, в августе 2021 года обвиняемый, занимая должность начальника службы эксплуатации газораспределительных сетей и реализации газа «Сарпинский», акционерного общества «Газпром газораспределения Элиста», из корыстных побуждений получил от двух жителей Сарпинского района денежные средства в качестве взятки за совершение в пользу одного из них незаконных действий, связанных с организацией подключения к газопроводу домовладения, расположенного на территории села Садово и Сарпинского района. В рамках уголовного дела следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мошенники под видом оказания помощи внуку выманили у Элистинки 50 тысяч рублей. Накануне в управление МВД России по Элисте обратилось заявление местной жительницы, сообщившее о факте мошенничества. Женщина пояснила, что в этот день в вечернее время на ее мобильный телефон поступил ряд звонков. Неизвестный представился внуком, который стал виновником ДТП и остро нуждается в деньгах. Злоумышленник говорил Элистинке, что избежать уголовное преследование можно, если она передаст деньги для пострадавшей в аварии. Поэтому он велел не класть трубку, подготовить нужную сумму и ждать курьера. Спустя некоторое время к пожилой женщине приехал незнакомый молодой человек. Получив 50 тысяч рублей, курьер скрылся в неизвестном направлении. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ. Вышеописанная схема получила широкое распространение. Мошенники делают упор исключительно на наличные средства, которые по их просьбе у потерпевших забирают курьеры или водители такси. Полиция Калмыкии напоминает, что уязвимой категории для дистанционных злоумышленников остаются пожилые и престарелые люди. Обратите внимание на живучих подсессу пенсионеров, родственников и объясните им простые правила, придерживаясь которых они смогут избежать обмана. Первый заместитель председателя правительства республики, министр финансов Калмыкия Ачир Шургучеев посетил Яшкульскую многопрофильную гимназию. Здесь вместе с главой Яшкульского ромобора Идгеевым они осмотрели ход капитального ремонта учреждения. Сейчас завершаются кровельные работы на основном корпусе, полным ходом идет внутренняя отделка, монтаж канализационных и водопроводных труб. Качество и срок исполнения – вот главные требования, которые необходимо выполнить, отметил Шургучеев. В Троицкой школе состоялся форум руководителей общеобразовательных организаций республики в рамках кода педагога и наставника. Министр образования и науки Калмыкии Булган Ангирова, обращаясь к коллегам, отметила, что от компетенции руководителя зависит выполнение государственной политики в области образования. Конечно, много еще нам предстоит сделать для того, чтобы общее дополнительное образование было у нас качественным, доступным, а наши общеобразовательные организации отвечали современным требованиям. Уважаемые коллеги, рады отметить руководителей муниципальных органов управления образованием, директоров подведомственных образовательных организаций, директоров общеобразовательных организаций, чей ежедневный кропотливый труд позволяет республике быть в числе лучших регионов страны, возглавлять рейтинги топовых организаций. На пленарном заседании, помимо обсуждения вопросов образования, также были вручены памятные грамоты руководителям учреждений за совершенствование методов обучения детей. Внедрение новых цифровых программ поможет повысить квалификацию и более эффективно организовать работу учителей. Тем не менее, технический прогресс – это не замена личного общения ученика и педагога, а дополнение к нему. Мы узнаем на форуме о новейших трендах российского образования и об образовательных возможностях самих коллективов, которые могут использовать эти тренды для улучшения качества образования. Безопасность ребенка во время поездки в автомобиле – это первостепенная задача для любого водителя. Именно с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием детей и пассажиров в Калмыкии сотрудниками госавтоинспекции проводится профилактическая акция «Пристегни ребенка, спаси жизнь». Она направлена на привлечение внимания родительской общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма. Сотрудниками госавтоинспекции ведется активная работа по пропаганде, недопущению аналогичных нарушений, так и пресечению фактов неуполнения требований правил дорожного движения РФ. На постоянной основе сотрудник госавтоинспекции города проводится рейдовое мероприятие и появление грубых нарушений, способствующих дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, в том числе нарушения правоперевозки Икеи в Томбее. С начала года в Элисте зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, при которых три юных пассажира получили травмы. Основной причиной ранения стало неиспользование ремней безопасности и детских удерживающих устройств. День 19 мая, примерно 17.40, водитель автомшины Киева-Рио, двигаясь по улице Бимбаева в Южном Наполеоне, в район доме на 40, совершил наезд на шеридную пешеходу 2012 года. В статье ДТП мальчик был доставлен и гиспитализировал карматологическое отделение РДМЦ города Ресланд. Выпуски новостей, также другие передачи нашего телеканала. Смотрите в цифровом учении канал ТР на 21-й кнопке и в IPTV зеленые точки Растелеком, а также на официальных аккаунтах во Вконтакте и Телеграма. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире.